Торнадо Энерджи! Многие из вас прямо сейчас такие, типа, генеральные сражения, что-то знакомое. Это что-то там вот с линии фронта было связано, да, там 60 на 60 танков 8 уровня бились, ой, 30 на 30, и того 60 танков. Еще там FPS был слабый, а я вам скажу, ну, кроме танков 8 уровня вы почти ничего не угадали. Генеральные сражения у нас есть в клиенте игры, такое же, как и штурм, встречный бой, и есть еще генеральные сражения на десятках. Там галочка у многих не стоит. Кстати, ребят, прожмите лайкос видео, если вы бы никогда не узнали о том, что вообще какой-то ивент начался, если бы не следили за новостями и не были подписаны на какой-нибудь YouTube канал, например, на мой. Потому что у большинства эта галочка генерального сражения снята, в том числе и у меня. Не, на период проведения этого события я ее поставлю. Я хочу посмотреть, я хочу оценить, что там разработчики придумали, почему они именно так решили сделать, а не иначе. Ну, сейчас, короче, все расскажу, поймете. Итак, с 12-го числа, с 12-го ноября по 19-е ноября пройдет в, скажем так, сжатых сроках ивент, это генеральное сражение на танках 8-го уровня. Это вот туда, куда вы попадаете на танках 10-го уровня, если у вас галочка стоит время от времени. Бои проходят там в режиме 30 на 30. Если мне не изменяет память, уже 2 или 3 карты сделали больших под этот режим. Десятки там себя чувствуют, ну, кстати, не совсем плохо. То есть, воевать можно, единственное, что непонятно вообще зачем. Ну, вот эти вот масштабные сражения, если в любом случае все перестрелки и на наших картах, и на больших картах генерального сражения происходит локально. То есть, танки подъезжают на близкую дистанцию, у нас ограничен движок за светом, ограничен движок дальностью видимости. То есть, ну, если даже карта большая, все равно какие-то локальные перестрелки происходят. Ты видя танки на другом конце карты, ты все равно не можешь как-то повлиять на эту перестрелку, да? Если ты не артиллерист, конечно. Ну, ладно. Так вот, почему с 12-го по 19-й я считаю, что в РУ-регионе это будет? Ну, во-первых, есть у нас новостная передача непосредственно на YouTube-канале Мира Танков, где было объявлено, что что-то будет после 12-го числа, что, типа, пока что в секрете. А, во-вторых, наши буржуйские друзья уже на своих сайтах слили, что как раз-таки будет генеральное сражение на восьмерках. И многие, я вот под новостью ее опубликовали на Вотэкспрессе, и многие почему-то под этой новостью ассоциируют генеральное сражение на восьмерках с линией фронта. Вот я не зря с этого видео начал. И все такие, типа, ооо, мы пофармим, наконец-то! Но лучше бы прям линию фронта, конечно, вернули, но, типа, генеральное сражение на восьмерках мы там точно пофармим. Ну, что я могу вам сказать? Нет! Вряд ли, вряд ли ожидания, которые игроки себе задумали по поводу генерального сражения, оправдаются. Потому что не надо путать линию фронта и генеральное сражение. Я сейчас объясню, почему. Кстати, если хотите пофармить, я совершенно все время забываю напомнить, что я с ноября-то, опять же, разыгрываю голду под своим видео. Подробности в описании, но если коротко, оценить видос, лайк-дизлайк, и написать комментарий своим танковым ником. А те, кто выиграли голду в прошлом видео, у вас на экранах. Так вот, ребят, смотрите, в чем была фишка линии фронта. Ну, во-первых, это было уникальное событие, да, то есть там, ну, штурм, оборона и возрождение танков. Это, типа, что-то новенькое, разнообразие. Возможно, это многим нравилось. То есть, это не как ты зашел, слился и ушел, да. Это ты зашел, слился и продолжил там играть, 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 набивать урон. Тут попробовал, там попробовал. Это первое. Генеральное сражение играется по тем же, ровно по тем же правилам, что и рандом. Слился, добро пожаловать в ангар, или сиди досматривай бой на других игроках. Все, третьего не дано. Во-вторых, самая главная фишка, вот самая-самая-самая-самая-самая главная фишка генерального сражения, для него была отдельная галочка. То есть, как вот сейчас вот темный фронт проходил, да, на этом, на танке, Ревенанс или как он, МТ-25. Вот, также и на линию фронта все попадали специально. То есть, ты выбрал танк, выбрал режим, линию фронта, а не случайные бои, да, не командные, не глобальные карты, а вот прям выбрал режим линии фронта. И нажал кнопочку, и ты знаешь, что ты попадешь на линию фронта. Никуда-нибудь тебя закинет. А генеральное сражение, это одна из родновидностей случайных боев. То есть, ты нажимая кнопочку в бой, имеешь шанс, как попасть в рандом, как попасть в штурм, если у тебя галочка стоит, или в встречный бой тоже, если галочка стоит. Ну и, конечно же, если стоит галочка, то можно еще попасть и в генеральное сражение. Единственное, что я вот немножечко уточнил у разработчиков, мне намекнули, что вероятнее всего, вероятнее всего, ну, потому что же ничего не разглашается, шанс выпадения генерального сражения на восьмерках будет увеличен. Но, опять же, это не дает вам гарантии того, что вы попадете на это генеральное сражение. Вот вы захотели и попали, да? А в чем здесь подвох? Почему всем так линия фронта нравилась? Потому что там играли только восьмерки. А восьмерок с другой восьмерки можно пробивать без голды, если ты выберешь правильный премтанк. А также там можно прокачивать было премиум танки восьмого... Ой, премиум, все, я уже... Думаю об одном, а слова премиум проскакиваю. Там можно было играть на танках восьмого уровня, зная, что ты не попадешь против десяток. И ты мог спокойненько прокачивать танки в льготных для тебя условиях. Премиум танкам не надо было брать половину БК голдовых снарядов, потому что вот тот же Лев, он на ББшках любую восьмерку пробивает без проблем. Поэтому люди заходили туда целенаправленно фармить и прокачивать танки. А если ты выходишь в генеральное сражение, и у тебя есть шанс, что ты туда попадешь, а может и не попадешь, да, те, кто будут попадать в генеральное сражение на восьмерках, они смогут там пофармить, потому что, ну, 60 танков как-никак воюют на одной карте. Но не стоит забывать одного маленького момента. Уверенным быть, что ты туда попадешь, никто не будет. Поэтому выгрузить голду из боекомплекта или, знаешь, типа, вот эту неделю надо выкачивать, выкатывать на своем стоковом танке восьмого уровня, чтобы поскорее его прокачать. Сейчас такая уникальная акция есть. Можно прокачать не с десятками воюя на этой стоковой пушке, не прокатит. Потому что тебя может как против десяток кинуть, как в встречный или в штурм, или в любой другой вариант случайного боя, да, даже в топ иногда может кинуть, так может кинуть и на генералку. И вот именно в этом, я считаю, большой недостаток. Еще у меня один вопрос в голове крутится, а какого хрена, какого хрена только на неделю, чего они хотят проэкспериментировать? У меня ответ только один. Возможно, они хотят проэкспериментировать с доходностью, и не будет ли она там слишком хороша, как это было на линии фронта. Мы все знаем, что линию фронта убрали, потому что официальная версия там просаживается FPS. Но не официальная, моя личная версия. Это потому что там был адово дикий фарм. Я миллиона оттуда нафармил за тот месяц, что она была. Своё мнение по данному вопросу оставляйте в комментариях. А у меня на сегодняшний день всё. Спасибо, что посмотрели и до скорых встреч. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...